как-то сразу же на техлабе просто мега фаст а косночку сразу ставят а и три барака будет да там-то походу что у нас происходит видимо тоже тот же самый экспанд но с адскими гирионами ну да но все депутаты удался указом он сказать вроде все нормально эти словно конечно там львы дебют в принципе экспонт он дается это готов рабочие полетели пошла орбитал к и а там только пошел грейд на гирионов с адским пламенем соответственно сколько там гирионов уже есть один пока что да будет штуки 3-4 я думаю в принципе дух хватает 3-4 да куча будет нормально то есть там получается на металлополисе вас очень по большому радиусу можно объезжать все это дело пары бункеров не отделаться хорошем месте ставят газ бункер то есть он отделяет как минимум половину это часть минералов и заезд на мейн и заезд отсюда примерно так тебе нужно один бункер генивать вот здесь вот вот так вот или вот так вот ну и все в принципе но все равно если дроп то если не поставит который бункер то все равно будет тяжело дропа не ожидается ой как четко просветил сейчас касс увидел и цц увидел и гелиона который выезжает из лабораторной факты то есть все понял грейды и стимпак ее ну два ой гуди добавляет бараки не факты смотри к это а каков хитрец может то есть во всех прошлых играх у него был один барак и тем более без стимпака или даже стимпак был но я не помню но вроде не было сейчас гелионы поедут поехали пацаны объезжают аккуратненько за статую менгска с двумя собаками а там уже мародер ждет ой минус два рабочих сразу же ой куда весь клик ой фугасы решают ой решают да с фугасами то он отбился будь здоров отчего остальные ждали на базе вроде как он светил видел что никакой никакого старпорта нет а сейчас будет атака очень опасная со стимпаком от кассы он может сделать быстро 2-2 он вернул всех рабочих с нычки потому что они беззащитны абсолютно а у гуди есть 8 мародеров у кассы да все гуди слил здесь 2-2 это 2-2 ну походу ну а как здесь отбиться еще перехалявил у него парабам больше нет парабам также но он точно понял что ему если он пойдет факты точно не отбиться но если пока не хватает так бы сдохла танцы наблюдения он не хватает подожди а он же делал стимпак а это будет делать стимпак ой кастному вио дается лайт дается обидно ой дотекание у гуди если стимпаком то отобьется да отобьется хотя столько потерь все равно вот 45 лимита на немного потерял да на 55 не так уж и много и кросс респаун дают какое-то время строится зелен правда ничего не убил пошел грейт на атаку играет не в технику он играет в пехоту это уже как бы ну не знаю вот что-то новое что ли может на какой-нибудь прикольный стиль там покажет я фиг знает масс мариков заказано в бараке под реактором пять штук аж медваки у касса проблема в том что нет медваков то есть он строит массовое мясо и будет ну тоже есть реактор уже есть космопорда сейчас перелет просто с терапортом будет нормально штабоваться гуди отобьется сейчас от этого прихода с легкостью с тремя с четырьмя медваками и а так нет это просто марик на разведке я думал он собирается уже ставить третий ц ц мясо конечно уйма просто действительно четыре барака плюс еще два вот забегает группа справа но здесь так столько армии у гуди как бы не отдаться тем более у у касса все еще нет стимпака и он его все еще не делает стимпака а печаль на стимпаке могли его принять его могут принять да он никуда не уйдет если начнет атаковать сейчас ксм может полить опа а это сори я думал что это не кассовский медвак так неужели по земле пойдет да это бред все правильно отлично но как без стимпака он играет в шесть бараков а у него нет стимпака строит рипера гуди для разведки не понимаю ну валять резидент цкс забыл он про стимпак короче говоря его на этом могут поймать сейчас у гуди выход 4 медвака много мариков мародеров просто разница довольно существенная со стимпаком или без разница огромная не просто существенная огромная у касса единственное есть плюс один для мародеров это неплохо для мариков тоже о сейчас битва будет вот это и у касса нет стимпака он это понимает но все равно дерется да это все это провал просто вновь сминает его гуди ну вот он сейчас заказывает стимпак смотри просто 4 лимита на 108 он думал что у него есть он реально думал что у него есть гуди забирается в медиваки и это может стать последней атакой ооо 4 медивака полностью груженные лол пишет касс просто лол забыл стимпак сейчас можно просто убить тех лабов которые делают стимпак на самом деле стимпака все равно не будет с ксм мекас пытается отбиться это чудовищные потери до экономики даже если он убивается тут просто будет такая экономика терэбл 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 дэмэж он убивается ну минус все ксм все ксм из минералов погибли тридцать пятьдесят два на три нет это еще не новые данные сейчас я думаю поменьше будет это нет тридцать четыре даже ой беда и гуди сейчас будет продолжать давить у него тем более сейчас доделается а нет у него ничего не доделается из ключевых грейдов просто лучше штампуется чем касс из-за того что рабов больше да угу сейчас гуди добавляет инженерку вторую под грейды масс и арсенал под грейды два два это игра чисто в пехоту кс собирается поставить третью нычку гуди это светит гуди ждет ой отдается у гуди смотри марик лимита смотри уже одинаковый лимит лол как вообще отстроился не знаю почему касса боевого лимита на двадцать пять больше боевого то есть сейчас касса гораздо больше он сомнет гуди потому что грейды один один против ноль это да это важно а гуди не будет отступать да зачем все гуди отдается что здесь касса так много широкий фронт еще касса позиция да застреливать гуди найс и минус пару тройку медваков точно будет скимпатч ты давай минус два минус три сейчас медвака будет и можно минус четыре сделать минус пять минус нет закончился стимпак самый неподходящий момент ладно что мы имеем касса намного больше на 50 боевого лимита больше у касса даже пуни там смотрите восемь арпехов на сорок четыре мордера на тринадцать а преимущество парбам не дает гуди ничего потому что у него просто не хватает бараков лол у него один барак с реактором и четыре обычных барака не привык он строится явно копятся бешеные минералы это могли быть уже двадцать морпехов которые бы спасли у атак его приходят и убивают и это два-два какой камбэк от касса как вот слив всю свою армию пусть я просто бараки не добавил ставит бункер но уже поздновато будет можно сделать перед роб перед роб и делает касс да виды ваков у него более чем достаточно только три мародера не поместились на и все а вот это вот гапши уже либо также рабочих сливает всех но рабочий здесь уже не так понеслась да широкий фронт плохая позиция очень угодим ой 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 как осыпался слова надавил и Гуде проигрывает да это проигрывает герой пищи gg во двое мое сейчас будет 5 решающая игра но кассу надо отдать должное он из такой ситуации не простой все-таки вытащил на штабовала сюда отбился с ксм ми была дорогая победа но отбился были просто повезло на самом деле если бы там был стимпак то все было по-другому к стошек также бы наш нам повался да и просто перемасил бы гуди вот просто повезло рабовой смайки рабовой с у меня все хорошо это от тебя но смысле этом надо перезвонить скорее всего давай ля-ля-ля о он уже звонит ничего себе какой-то быстрый все нормально димага ожидает пещеру золнага under dark соблазнительно но нет так уже норм уже норм касс молодец зафейлил со вначале с выходом на базу при первой атаке с ним пока не было и смог вытащить именно так оно и было так все ровно не вврите просто стрим идет не только на на месте ангелии уже игра нет есть есть заходи бак лол новый лос темпл пятая решающая игра разрушенный храм до на как он там шаффл или шаттл скорее всего руинт не точно не руинт ну в общем разрушенный храм что ли да опа базу и дополнительное месторождение просто оборонять башни золнага позволяет следить за центром карты расчистив завалы запятая можно открыть дополнительные месторождения и проходы к противнику так вот если ты не знаешь где противник то можешь рачить и расчистить завалы и ты его можешь найти раз говорит гуди don't play bio its май май стойл ха хаха хаха там планирует шают муль сейчас все ржут хал cuando втxигр nice и ближние респауны куша текстурные лт обновились текстуры добавили вот эти каменные хриндюлины вот эти вот их не было все было скромнее было травочка муравочка или фонтан и пафосный там статуи вообще он шумит шумит да если только подсвечены будут и вода очень реалистично в принципе можно смотреть только в эту точку потому что вода завораживает это не настоящая вода так что извини нельзя у нас противоположные респауны новая карта если вдруг вы не видели кстати они же играли первую карту или подожди какой-то в это мы видели полуфинальный был матч до получается до полуфинальный матч и кастом играл с это было топ сейчас помню было твт безусловно кто играл колись и гудиза лагает дай стар и касс да дай старкас точно гуди вылетает ничего страшного это дает нам возможность сэкономить на времени игры если при рестарте будут ближние респауны точно гениально магин ты меня так обрадовал ты просто не он самом деле это плохо я хотел макро я хотела ревенов бутылкрузеры ямато последняя игра последние последние они сделали 2 на 2 евгения ивановна вот самый печальный человек который это это же не это немного убила бы говорит же нет и чувство меня сегодня ждет незабываемый вечер теперь майкер не говори ничего просто молчи смотри и будут ближний респаун смотри а вдруг гуди совсем покинул нас добавить друга и гуди онлайн черт может быть ему по рации передали чтоб противоположные респауны у него было у него числа до какой заготовлен просто да страшно горит wizard мы до 5 утра можем посидеть пусть еще выкинет пару раз гудка гудок это финал еще идет счет по картам какой подскажите твой твой я так лол это не лт звук накладываю ревы раскрыл миша глаза это не настоящая вода лол да крышу сносит не только лол стриме трева не а ладно живем ну чё поехали так кстати если кто хочет значит на экспанде показывают револьвера то есть от лица револьвера всю тему а на овниде соответственно и на пиринге няшная картинка широкоформатная красивая и без проблем со звуком и с периодическими падениями от майкера понеслась игра ой я должен был молчать я забыл что я должен был замолчать вот сейчас точно опять будут противоположные респауны должен был просто должен будут молчать но не получать а на ка спасибо ладно обращайся хорошо ближние респауны каз красный гуди опять фиолетовый и и ждем чиза от гуди два барака три барака амаз морпехи гоу-гоу-гоу как себе ммм отличная страта да да рекомендую пути я не играл ни разу но думаю работает почему нет с тосом работает с зергом работает с терлом тоже должно работать ха так 84 24 72 плюс 12 84 минеральных поля на карте что ты можешь по этому поводу сказать зная что на карте 84 минеральных поля можно умножив на 1 и 5 получить 42 126 и прибавить еще ты умеешь убить мозг я это понял та-ра-дан-тан-тан-тан ну хоть музыка хорошая а пока все зеркально без гуди застраивает сапплайм проход за минералами чтобы гелионом было не так комфортно летать и гуди делает быструю разведку на ближний респаун да он явно что-то задумал интересно а в прошлый раз ты помнишь гуди ой это не гуди это дай старный лт вообще не делал разведку а здесь явно явно он что-то хотел увидеть как зашел такой опа опа а я просто сделал регулярную разведку ничего такого где 2 барак отменяй газ ну срочно давай канцел канцел не а не опоздал может рипер у нас рипер с фактой нормально или пусть мародера рипером по аналогии с этой какой там Ага, для того, чтобы ЦЦ только поставить? Все равно, противник напрягается. На базе такой краснец. Ух, что же делать? А вдруг Маст Рипера? Вдруг... А ты такой ЦЦ ставишь, Робов раскачиваешь, такой оп-оп-оп. Оп-оп-оп, 40 минут, 3-3 техника и половина карты на половину карты. А, да. Ой-ой-ой, я так подлагнул, не по-детски. Кстати, сегодня конец месяца, так что если вдруг я... А, нет, 28 февраля. Нормально, живем еще один день. Что ты говоришь? Просто в конце месяца у очень многих людей заканчивается интернет именно в 12 часов ночи или там в час, в два, около как биллинг проходит. А в феврале это дней мало, так что нежданчик может прийти к вам среди ночи, так что подготовьтесь, оплатите свой интернет, чтобы заходить на Good Game, играть в StarCraft. И троллить Майкера. Ну, кому что. Так, у нас Макта... Нет, троллить Майкера. Да. Второго газа нет у Гуди, и это говорит нам о чем? Правильно, о том, что он... И точка сбора, измененная из барака, говорит нам о том, что он будет читить с гелионами и мариками. Вот о чем это говорит. Есссо. Что? Ну, что, будет чиз. Космопорт. Какой космопорт? А, с медеваком, да. Ну, это будет пуш. Соответственно, с восьми мариками, четырьмя гелеными. Это будет чиз. Марик и гелены, ладно. Марик и гелены с медеваками. Да, у касса будет больша. Вот, марик и гелены, медеваки, торы. Там танки. Ну, ладно, марик и гелены, медеваки, танки, торы. Бэкл Крузера, да, идем, да, левень. До этой темы... Это будет чиз. Это будет чиз. С экспандом, со вторым, с третьим, но это будет чиз. Такой долгий сорокаминутный чиз. Выдержки. Выдержанный чиз. Хм. Жги. Жги. Че? Оп. Ах. Ну, хоть гелиона увел. Это радует. Зато КСМ гелиона в центре ждет на золнаге. Давай починю. И давай его буром своим пилить. Так, второй газ добавляется у Гуди, делается медевак, но что-то, что-то как-то кажется, что нет. Здесь будет викинг, сейв билд, отказ, никакой баньши, ничего. Более того, он добавляет бункер. Бункер. Сотпуши. Короче говоря, танк поможет здесь отбиться. Безусловно. Все. Бери КСМ, КСМ, бери Гуди, верняк. Всех бери КСМ. Всех бери, да. И ЦЦ бери с собой. И бери с собой ЦЦ. 18. Есть уже. Два танка есть у Касса, он продолжает делать стенку, видит... А, вот какой. И викинг контрольный, смотри-ка. Все, разворачивает Гуди. Что ж, ждем Сич, идем запираем. Сич, давай делаем Сич. Сич. Ты тоже тыкаешь на Сич? Да. Вот, отлично. Я нажал. Получилось. Поехали. Ну все. Заял кнопку просто. Пришлось понажимать. ТЦ у Гуди. А у Касса, у Касса-то? ТЦ нет. Ну. А у Касса-то у Касса. Вот сейчас викинги пролетят, увидят, что у Гуди экспант, и поймет, что вот он, его шанс прийти и запереть человека с танчиками Сиджем, потому что делать на ближних респаунах приятнее всего. Неожиданно для себя Гуди начал играть в фаст баньшу с инвизом, что тоже непременно должны запалить викинги. И втык по лимиту, смотри, баньшат они строятся, потому что не было саплая у Гуди. Ну, самое время... Саплая все еще нет, смотри-ка ты. Какой втык. Вот, сразу два. К сожалению, вопреки расхожему мнению, два саплая строятся не быстрее, чем один. Это просто следствие того, что очень хочется, чтобы было сразу много на будущее. У КАС есть Марик с танком. Марик с пожарной. Кстати, сейчас КАС просто приходит и убивает, если правильно расконтролит. Без шансонов. Я бы даже сказал. Бах! Стреляет по Марикам, грамотно перекладывается. Сейчас должен наламываться. А, он должен баньшу дождаться. А баньшу нет по таймингу, потому что саплаям завтыкал. Саплай на 200 евро называется. Саплай на просветку. Он не тратит ее на мула. Это отлично. И два викинга начинают бить Медевака. Танчики должны, да, подраскладываться. Новое подкрепление от... Только самому не втыкать саплаями. КАС, где саплая? Саплая, саплая, саплая. Где саплая? Передроп. Отгудит. Видимо, отдохнет. Ой, Марики отдаются на рампе. Найс. И два гелёна не поместились. 74 на 49. И есс. Да, КАС закамбэчил. Невидимая баньши. Здесь стреляет по Марикам. Как у нас там со светом? Есть один свет. Да есть свет-то. Два викинга. Светишь, убиваешь. А, плохо посветил. Очень плохо посветил. Фонарик сел. Нужно КСМ сюда срочно брать. АК строит нычку. А, у него минералы дофига. Ну что, додайся Гуди. У него сижмона нет, нифига нет. У него баньши есть. А, хотя только одна, да? Без маны практически. Заперли. Найс. Вот сейчас сиж доделывается у Гуди. У него всего один танк. Если он не начнет раскладываться... А, он не успеет разложиться. Сорики. Баба! Ох, какой залп, да? И баньша прилетает без маны. Ее тут же светит. Убивает Гуди. Пишет GG. И Ка становится чемпионом. 3-2. Выигрывает зодок номер 85. Если вы пропустили это феноменальное зрелище, обязательно появится в двух частях запись трансляции на YouTube в High Definition. Спасибо Револьверу за сегодняшнюю трансляцию. Спасибо вам, друзья, за то, что смотрели. Счастливого вам понедельника. И напомню, что уже во вторник стар... Во вторник же? Да, во вторник уже стартует финал чемпионата мира Intel Extreme Masters. И начнется трансляция по Старкрафту. Она будет длиться 5 дней. Вот. Будет весело. Ну, твое последнее слово, как всегда. Покедово, пацаны! Какое ты слово хотел?